Бенди, Бенди, я тоже рад тебя видеть. Здравствуй, здравствуй, друг мой милый, здравствуй! Чё ба-ду-ба-ду-ба-па-па-па-па? Е-е-е, кряк! Всем доброго, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Бенди и инканутую машину. И сегодня у нас с тобой будет Виндятник, то есть я буду стараться выкладывать весь день видео по Бендику, пока мы его не допройдём, а когда мы его пройдём, мы будем красавчиками. Вышла четвёртая часть, можно тут язык поставить, я не знаю, он русский, английский? Я чё-то вообще не помню ничего об этой игре. Ну, вроде бы, вроде бы нельзя, но, ну, хорошо. Будем играть на английском, потом посмотрим. Насколько я помню, в прошлой серии нас с тобой Алиса словила, да? И Бориса утащила. Алиса словила, Бориса утащила, нам по лицу, она... Лифт обвалила? Я не помню, по-моему, да. По-моему, на нас она уронила лифт. Окей, Джоуи, я здесь. Давай посмотрим, если ты захочешь быть таким же, как всегда. Я хочу! О, чернильная дождь, как классно. Так, подожди, я хочу ещё, знаешь что? А, мышку я хочу. Можно мне мышку? У меня мышку спи... У меня просто мышку спёрли. Ну, охереть теперь. Ну, ладно, будем без мышки. Я просто хотел субчатры. Чё у нас здесь? О, ништяк. Я уже что-то нашёл. Хорошо. Работай хорошо, работай счастливо. Угу, конечно. Обалденно просто. Вот, вот этот лифт на нас уронили. Классно, правда? Хорошо нас поприветствовали здесь. Работай хорошо, работай счастливо, говорит нам игра. Я надеюсь, это будет страшно. Потому что прошлый Бенди был не особо страшный. Бриар лейбл. Беконный суп. А, так это суп! Я думал, я чернило наимашиваю. Я думал, я чернило бью. Как супчик. А на самом деле, это нормальный супчик. Архивы. Работай хорошо, работай счастливо. Привет, Бенди! Здравствуй! Здравствуй, бандёныш! Гадёныш, бандёныш. Давно с тобой не виделись, да? Закрыто. А! Твоих круг дело, а? Стаки. Время, деньги. Время, деньги. Время, деньги. 4, 8, 1, 2... О, 4, 8, 1, 2, 8. Слушай, а вот это я запишу. 4, 8, 1, 2, 8. Может быть, это будет полезно. 3, 7, 2, 1, плюс 2, 8, 7. Ну, короче, он здесь математические классы устраивал. Учился математике и считал, сколько бабок может заработать. А ты немножечко что-то это, жадненький. По-моему, тут снимали какую-то порнуху. Ладно, Бенди, я тебя не осуждаю. Делай, что хочешь. Прекратите, пожалуйста. Меня YouTube заблокирует. Всё, хорошо, я очень рад. Внезапно нашли какую-то чью-то запись. Домашнюю. Хорошо. По-любому здесь что-то не хватает. Да ладно. Зайди в архивы. Найдите переключ... Перекрутилочку. Ну, это... Либо вот там вон перекрутилочка. Я видел шестерёнка. Ну, либо она там, либо она вот в этой порнушной комнате. Но я тебе точно говорю. Порнушная комната... Она ж не просто так здесь есть. Правильно, Бенди? Правда, Бенди? Где твой нос? Ты что, Волан-де-Морта косплеешь? Взял, нос просрал. Вообще обалдеть. Так, может быть, она где-то... Нет. Здесь. Нет. Чё лежишь? Не лежи. О! Ништяк. Но пока не особо страшно. Пока вот только порнушка и страх за то, что... Ютуб заблокирует моё видео. Это весь страх, который пока что у нас с тобой был. Но мы с тобой не боимся ничего, поэтому... Всё в порядке. Пойдём в архивы. Ты готов в архивы? Я готов в архивы. Поехали. Не, ну на самом деле... На самом деле... О, я прыгаю только. Не пинаю глазки. Он отпустит нас. Там-там. Там-там-там. Там-там. Ребят, можно с вами? Ребята, я хочу с вами потанцевать. Плиз, дайте, пустите. Да я у тебя что-нибудь сопру, нет? Ну ладно. Короче, здесь огромная куча чёрных людей поклоняются Бэндику. А Бэндик белый. По-моему, это расизм. По-моему, это расизм немножко. Но вообще, наверное, Бэндик спустил свои чернила на этих ребят, и они стали такого цвета. Хорошо. Хорошо. Это кто тут? Слышь? Это кто тут шустерит? Кто тут звуки издаёт? Я точно слышу, как кто-то где-то лазает. Бэндик, это ты. Бэндёныш-гадёныш, это ты. А, ну да, я вот сейчас через это что-то увижу, я тебе точно говорю. Вот там какая-то сейчас бабайка будет ходить. Они мне сказали, что я была прекрасна для этой роли. Абсолютно идеально. Теперь Джонни ходит вокруг и говорит, что скоро надо закрывать двери. Я всегда могу это сказать. Теперь он хочет снова вернуться завтра. И скажет, что это будет для меня возможность. Я услышал его. Если я буду такой умный, тогда я смогу дважды стать ангелом и с этим лучше. А, у него ещё одна из вещей, которую он готовит для меня. Алиса. Она не любит лгутаться. Я слышал, что они приготовили. Я слышал, что они там снимали. Вы от меня ничего не скроете. А там что-нибудь будет ходить? Ну эй, такая идеальная возможность была меня испугать. Вот здесь могла быть какая-то херота с морковиной. Ходите меня пугать. Это было бы идеально. Чёрт. Хорошо. Короче. Джои, походу, решил соблазнить Алису. И увезти её к себе на съёмки. О, подозрительная книга. А, вот как это работает. Нам нужно найти пять книг. Ну или не только книг. Кто сказал, что это только? Нет, только книг. Вторая. Хорошо. Я слышу постоянно, как кто-то где-то бродит. А-а-а! Ну, поня... Я понял, куда это... Куда вся эта пати катится? О, здоровый Бенди наверху. Окей. Ты заметил, да? Да, ты заметил. Ну, ты точно заметил. Там были чёрные люди, чёрные люди ушли. Ушли по своим телам. А-а-а! Какого кера? Это абсолютно нормально. Такое бывает каждый день. Если пить чернильный суп, такое каждый день бывает. Ребята, вы вернулись? Нет? Ну, хорошо. Меня это не испугало. Ни капли. Просто чёрные люди ушли и решили помацать вот эти вот шли... Входы. Так, значит, два у нас ещё. Две книги нужно найти. Обожаю такие части игр. Ходи по кругу, пожалуйста, дружище. И ищи, какие книжки можно дёрнуть. Когда найдёшь все книжки, которые можно дёрнуть, тогда мы тебя пустим дальше. А пока ходи хоть часами. Тут шараёпси... О, отлично. Чё-нибудь ещё будет? Будет ещё один приход? После последней. Я тебе точно... Я тебе точно говорю. После последней будет что-нибудь. Правда, Бенди? Я могу тебя взять? Я могу тебя сломать? Пошли со мной. Бенди, пойдём на приключение. Он не хочет. Ну ладно. Я-то против Бенди ничего не имею. Оп. Смотри, свет моргает. Ну ладно. Я был уверен, что меня хоть чем-нибудь там испугают, но меня ничем решили не пугать. Так, кто там всё перекатывается с ноги на ногу? Войди в темноту. О, моя любимая дело. Входи в темноту, обожаю. А упасть я могу? Нет, не могу. Окей, в темноту войти могу, а упасть не могу. Кто это там? Там есть кто? Нет, там никого нет. Окей. Оп, Бенди выглядывает. Здорово, Бендиха! Бенди, здравствуй. Сейчас уедет, да? Сейчас уедет. Я тебе точно говорю, он сейчас уедет. Ну ладно. Чё ты застрял тут? Один Бенди под полом, другой здесь. Нормально, вы, короче, веселитесь, мне нравится. Я ожидал, что Бенди меня испугает. Так, я понял. Вот этот рычажок нужно дёрнуть и поехать. Ну давай, дёрнем. А, ну да, конечно, конечно. Всё сломано. Почини мост. Я ж здесь сраный этот, чинильщик. Я здесь не пугаться пришёл, я здесь чинить всё пришёл. А здесь поход демонов вызывали. Мы помним, что чёрные ребята ушли, а значит чёрные люди вернутся. А если они вернутся, то они по-любому захотят начистить мне лицо. Бенди. Я спёр у Бендика суп. Я молодец. Хорошо. А свечку я могу не восстырить? Нет. Свечка мне не так нужна, как... Если ты меня спросишь, нравится ли мне это, я скажу нет. Ты мне предлагаешь сюда пойти? А, нет. Ты мне предлагаешь по... Вот это. Да ну нет, да ну нет, бро, 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 бро. Я должен тебя в бородавку унести. Прекрасно, прекрасно. Вот за что я люблю Бенди. Я спер у него бородавку. Отвратительно. И чё мне это? Это мне поможет починить мост? Каким образом? Каким раком мне это поможет починить мост? Понятия не имею. Сюда надо его пройти? А, ну да. Ещё хочешь? Этого хватит? А. Так, я понял. Мне нужно шестерёнку найти. А ты мне дашь шестерёнку? Дай шестерёнку. О, моё любое, ничего. Спасибо. А, нет. А. Я понял. А чё ещё ты мне можешь дать? Ты мне можешь дать чайник. Ты мне можешь дать косточку. Ты мне можешь дать кофе. Ты мне можешь дать шестерёнку. Я понял. А вот это что? Я знаю, что мне нужна шестерёнка. Но мне интересно, а что вот это другое? Это вредительно. Отдай. Тебе говорят, принеси мне, пожалуйста, кофе. А для того, чтобы принести кофе, ты должен достать какого-то монстра и сперить у него бородав. Давай попробуем. Мне тупо интересно. Что это такое? Стойте. Слышь? Мы чашку стырили. А, это музыка. Это пасхалка. Я понял. Теперь косточку. А-а, дай. Пойдём. Косточка. Готово. Может, Борис придёт? На запах косточки. Так. Есть косточка. Она ничего не дала. Ну, это отстойно. Я надеюсь, что косточка мне что-нибудь даст. Ну, а теперь, наконец-то, мы сделаем то, что нужно. Ха-ха-ха. Мы просто бегали туда-сюда и сделали штуки. Опа. Ништяк. Опа. Класс. Поехали. Лифт. Вези меня к победе. Я надеюсь, сейчас тут Бентик не появится. Ой, нет. Лифт идёт слишком медленно. Это нифига не хороший знак. Это вот нифига не хороший знак. Сейчас придёт Бентик и столкнёт меня туда нафиг. Хотя я туда и сам спрыгнуть не могу. Поэтому он вряд ли меня столкнёт. Но сейчас точно что-то произойдёт. Не может быть всё так легко и хорошо. Вот просто не может быть. Пустите меня. Максимально не может быть. Я тебе точно говорю. Сейчас что-то будет. Либо вот это обломается. Либо из калиток на меня кто-то... Ай-яй-яй-яй. Либо я испугаюсь просто чернил. Непонятно из-за чего. Что происходит? Что происходит? Что? Что? Чего пугаться? Что это было сейчас? Меня просто испугал какой-то оркестр. Окей. Видимо там внизу стоит оркестр. И он просто и пугает людей. Просто так. Потому что ему нравится. Потому что они мудаки. И пугают людей. Им это доставляют. О нет. Давайте я лучше здесь останусь. С этим оркестром. Они будут бахать мне мурку. И я буду радоваться. Но я не хочу в длинный проход идти. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. О, женская рука. Это обычно здесь. Здесь такое всегда. Новичков всегда здесь приветствую. За стенами по-любому стоят добрые люди. И они просто такие. Здравствуйте. Пытаются меня располагать. Она видит меня. Твой ангел всегда за тобой смотрит. Что заставляет тебя идти дальше? Борис. Это жажда охоты? Жажда свободы? Нет. Борис. Или возможно ты ищешь за маленьким дружественным муком? Да, именно он. Я ж не здесь его не убила. Борис. Че? Быстрее торопись. Борису трудно оставаться в одном куске. Ты его режешь там, что ли? Так, слушай, если ты порежешь, если хоть кусочек отвалится от моего Бориски, я тебя сломаю. Это мы с Бориской братья навек. Я спрячусь. Ты меня спрячешь. О, нет. Я просто хочу домой. Когда мы домой? Когда мы домой? Что? Ты кто такой? Ты кто сейчас был такой? Здрасте. Нет ангела. Никакое... Нет ангела. Он нас освободит. Здравствуйте, ребята. Как дела? Вы же не будете на меня нападать, да? Давай я тоже стану черным. Нет? Я немножечко хочу в них споткнуться. Ребят. Что на меня смотришь? Не смотри на меня. Ну ладно. Было прикольно с вами повидаться. Я заберу это. И пойду туда. Привет. Как дела? Вы что там? Ехренеть. Нормально, весело, ребята. Анекдотов только не рассказывали. Ну а так нормально, ребята. Все нормально. Сейчас отсюда слева что-то вылезет. Фукуйсики. Нет, не вылезет. Да ладно. Ладно, сейчас отсюда слева что-то... Бенди, Бенди. Я тоже рад тебя видеть. Здравствуй. Здравствуй, друг мой милый. Здравствуй. Как дела? Давно не виделись. Ты счастлив был? Ой, счастлив был, пока меня не было. Говнюк. Даже привет не сказал. Не, ну он пытался, но не смог. Так, направо или налево? Ну пойдем налево. По-моему, что-то лезет за мной. Так, сюда я не могу. Понятно. Класс. Просто супер. Обожаю тратить тупики. Сейчас что-то будет. Вот я тебе точно говорю. Не, напряжно, напряжно. Не то чтобы страшно, но напряжно. Не люблю вентиляцию. У меня нет каустрофобии вроде бы. Хотя по вентиляциям я влазь не осмелился. Но, тем не менее, все равно мне напряжно. Ой, мы еще упадем вниз. О, ты прикинь? Ничего себе, не упали. Так, вот это нехорошо. А, ну да. Как дела? По-моему, у него дела не очень. Не буду ему мешать. Пусть отдыхает. Пойду с другой стороны. Он прям вот типичный, знаешь. Сейчас отсюда что-нибудь будет. Нет, нет. Он вот типичный школьник на экзамене. Вот примерно так же все обычные школьники пытаются найти ответы на все вопросы. Давай закончим скорее с этой вентиляцией. Меня она начинает напрягать. Я, конечно, оптимистичный, позитивный, радостный. Но вентиляция меня напрягает. О, отлично. О, здоровый, Бенди. Иди вверх и увидь меня. Написано. Хорошо. Понятно? Нет, здесь написано типа Сны или мечты становятся явью. Я могу перепрыгнуть это? Не могу. Ну, конечно. Конечно. Главный герой не умеет ничего перепрыгивать. Просто потому что... Присядем? Не присядем. Присядем? Не присядем. Ну, ладно. Я иду встречать тебя. Почти там, где нужно. Не, ну вот игра. Ну, вот игра. Ну, вот игра. Она же не просто здесь поставила вот это, правильно? Не просто так. По-любому сейчас будет что-то. Сейчас что-то, от чего мне придется прятаться. Инфа просто 101. Соточка и плюс один. Я уверен. Эй! Эй! Есть там кто? Есть кто-то есть, ты не нападай. Я бро. Я добрый-добрый виндей. Я тебя пришел спасать. О, вы в этот, в джонги играли? Молодцы. Сорти 40 лет я строил аттракцион и здесь в мое воображение использовал. Огромные, великолепные вещи, такие как мир никогда не видел. Я заслужил свою... Свою историю своим потом. Но прямо перед всеми, перед огромным количеством инвесторов, через Волл-стритными волками, даже перед Джо и Дрю, когда он меня представил великолепный Бэтрюм Плэдмонд, или Перти, как меня называли, пока я был ребенком. Вы, может быть, платите мне, мистер Дрюм, но вы не владеете мной. И я построил вам пар больше, чем ничего, что вы могли пожелать. Вы, перед тем, как вы попытаетесь меня прогнать, мистер Дрюм, знаете, что это великолепное достижение принадлежит мне. И только мне одному. Понятно. Стоп, это не этот парень, случайно, с этим забавным именем Блэдмонд Пердмонд, вот этот вот. Это не он создал Бенди таким, какой он есть? Вау, вау! Ракета Бенди, Бенди-машина, Бенди-поезд, Бенди-езд, Бенди-кета, Бенди-шина. Окей, открываем дверь. Прикольно. Нет, знаешь, а вообще это было бы прикольно там побывать, на самом деле. Прикинь? Вот если бы реально был такой Бенди, это же было бы интересно, это почти как Микки Маус, только Бенди. Ну, разве что Микки Маус не хочет тебя прикончить, а Бенди немного хочет покрыть тебя своими чернильцами. Но это же кто его будет судить? Я что-то слышал. Где ты фонарик просрал, скажи, пожалуйста. Почему ты фонарик просрал сюда? Зачем ты его выкинул? Ты что, тупой, что ли? Фонарик нужен вообще-то. Бенди-ад. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, круто. Нет, не то, что Бенди-ад, а просто помещение классное. Йоу, прыгнуть! Прыгнуть в мешки! А, отстой. Даже прыгнуть в мешки не получается. Возможно, он спасет тебе работу. Не забывай бить его. Кого бить? Тебя бить? На. Я лучше получу за это дополнительные бабки. Эти ребята, которые работают там, не любят играть с нами в игры, поэтому я все это чищу. Они закрывают себя в их собственной задней комнате. Я говорю им, эй, ребята, вы думаете, что мы умные, да? Вот идея. Почему бы не оставить все эти игры открытыми, если вы победите? Это будет весело для вас, и это спасет мне жизнь, мне время, каждый день. Они хотели это делать, и они это делали. Я вам говорю, эти ребята не начинают даже понимать, кто реальный гений здесь. Я с обувы отсюда. Класс. Меня же здесь ничего не убьет, правильно? Это абсолютно безопасное место, правильно? Абсолютно. Ладно, ребят, я думаю, на этом мы на сегодня с тобой закончим. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Все, мы сейчас с тобой продолжим. Я сейчас прям начну выкладывать следующее видео, точнее, начну снимать. Сегодня у нас, напоминаю, виндятник. Бенди глава четвертая получилась офигенно. Мне нравится, мне реально интересно. Ладно, всем пока-пока-пока и до скорого. Удачи!